У нас в студии интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Вы уже назвали, вы комментировали эту инициативу, этот законопроект, вы назвали его кипячением океана. Ну да, так и есть. То есть речь идет о бесполезности. Поясните, пожалуйста. Не совсем корректно говорить о бесполезности, потому что он, конечно, может быть и полезен. Нужно понимать, что любые информационные системы делятся на два класса. Это децентрализованные и централизованные. К децентрализованным системы относятся сам интернет. Вся физическая структура, она децентрализована. И, собственно говоря, тот трафик, те каналы связи, которые мы имеем, они все вот случайные. И когда вы получаете электронную почту, то кусочки этой почты собираются у вас, прилетая к вам по разным маршрутам. И, в принципе, никто особенно не знает, по какому маршруту прилетит какой-то конкретный кусочек. В этом смысл интернета. Поэтому он сам по себе высокоотказоустойчив. В то же время желание государства, оно как бы похвально, и оно естественно, потому что государство – это централизованная система, и оно хочет контролировать, государство хочет контролировать российский сегмент интернета. И, вероятно, обязано что-то предпринимать. Да. И отсюда вытекает вот эта вот потребность в законах, которые обязывают операторов связи ставить у себя некое оборудование. В результате государство получит через это оборудование тотальный контроль над сетью. Так, давайте поговорим о главном. У нас просто зрители в процессе беседы тоже начинают комментировать, присылают смс и говорят, что вообще не понимают, какая угроза над ними нависает, то есть от чего собираются защищать. И где гарантии, что все-таки траты не будут переложены на операторов, а далее и на пользователей. Ну, здесь, к сожалению, все смешано вот в таком вот флаконе. Я Людмилу, да, слушал с удовольствием, потому что она все прекрасно говорит, но, собственно, сравнивает постоянно без обид теплое с мягким, и никакого отношения там проблема с общественной палатой и недоступности сайта к безопасности не имеет, как-то ни странно. Скорее, это имеет глупости системного администратора, который вовремя не позаботился об этом. Там отзыв сертификата, и, соответственно, сертификат удостоверяющий центр нужно было просто поменять. То есть это не американцы перекрыли нам доступ? Они могут перекрыть, они могут не выдавать сертификат, они могут его не продавать за деньги, потому что они подчиняются своему правительству, и в рамках санкционной риторики они, конечно, не будут этого делать, оказывать эту услугу, но это просто услуга. Можно купить этот сертификат у любой другой компании, которая неподотчетно правительству, например, Соединенных Штатов, не является субъектом его юрисдикции. И я не вижу здесь никаких проблем. Это отнюдь не угроза. Вообще в электротехнике существует только два типа безопасности. Это либо дублирование систем, как в самолете. У вас все системы дублированы многократно, или по крайней мере два раза. То есть не бывает там одной уязвимой точки. Сейчас то, что предлагается сделать, это создать единый центр управления, который позволит администрировать всех операторов связи, вмешиваться в их работу, видоизменять маршруты, контролировать информацию по потокам и по содержанию, то есть по смыслу. Это уникальная система будет для мира, потому что в итоге вы получите одну корпоративную сеть, которая будет называться интернет Российской Федерации, которая будет, в свою очередь, подключена к сети глобальной. Это не тот самый Чебурашка, помните, хотели... Абсолютно точно, потенциально да. Поэтому говорить о том, какие проблемы для нас, для граждан случатся, я вам могу сказать сразу, даже если прям завтра его на щелчок включат и поставят везде оборудование, все это заработает, то, конечно же, будет локальный успех, и кто-то в государстве сможет поуправлять рычажками и поадминистрировать, знаете, позакрывать, открывать сайты, разрешать доступ, перенаправлять. Ну, то, чем занимаются системные администраторы в обычных корпорациях. А для этого разве не нужно какое-то там решение Роскомнадзора, суда? В данном случае будет ничего не нужно, потому что вы получаете воздействие не на субъекта хозяйствующего, как сейчас, когда Роскомнадзор дает предписание оператору заблокировать такой-то IP на основании решения суда. Ну, хорошо, а я как пользователь могу пожаловаться на то, что разрешенный законный ресурс недоступен? Вы даже об этом не узнаете, потому что вы кому будете предъявлять претензию? Оператору связи, и в этом коллизия. Оператор связи может не знать, что для абонента этот сервис недоступен. Если вы предъявляете ему проблематику и требуете с него деньги обратно, те, которые вы заплатили в виде абонентской платы, он скажет, а я не знаю, потому что я не знаю, кто вмешался в мою работу и кто это исправил. Какой-то системный администратор в Роскомнадзоре. Понимаете, как у семи нянек дитя без глаза. Это вот то, что предлагается в этом законопроекте реализовать. Плюс уход от конкуренции среди самих операторов. Это тоже такой глобальный плохой тренд. Возникает как бы единый оператор связи в нашей стране. Возникает масса проблем, которые приводят в том числе и конфронтации, возникающие между потребителем услуги связи, а по сути это гражданское общество, это мы с вами граждане, и властью, которая контролирует взаимодействие среди граждан и граждан с другими сервисами. А зачем создавать эту напряженность? В долгосрочной перспективе одни минусы от этого закона. Но неважно сейчас, кто и как будет платить за эти хотелки по установке оборудования на сети операторов. Там гораздо более скрытые сложные смыслы, которые приведут к глобальной катастрофе общества и экономике в целом. Потому что они подрывают саму структуру, само понятие, само взаимодействие. Я не понимаю, зачем это нужно делать. И никакой безопасности он не даст. Реализация этого закона не даст безопасности. Она даст контроль над сегментом Рунета. То есть мы сейчас можем смело говорить, что это определенный механизм регулирования интернета в целом в нашей стране? Российского сегмента сети. Вы являетесь точно таким же бенефициаром своей системы, владельцем сети домашнего интернета. Вы можете для ребенка заблокировать какой-то ресурс. Вы можете запретить или разрешить доступ другим участникам из других стран, городов. Просто депутаты Госдумы, они нам не родители. Вот есть в этом небольшая разница. Да, поэтому и вопрос. Они получат контроль, который будет ровно точно таким же контролем. Если говорить о внешних угрозах. Главный противник этого законопроекта, один из главных противников. Их много. Чего ж тут скрывать. Критиков много. Российский союз промышленников и предпринимателей. Они говорят, что у нас сейчас 11 корневых каких-то сервисов есть, которые вполне достаточны для бесперебойной работы. На самом деле, дубликат. Кроме того, существует законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры. То, что предлагается, это по сути дублирует уже существующий. В какой-то части, да. Но это принципиально другое технологическое решение. Абсолютно другое. И корневые серверы, которые находятся в разных странах, да, большая часть их там на территории Соединенных Штатов, никакого отношения к этому не имеют. Даже если предположить сейчас, что все кабели разрежут вокруг границы Российской Федерации, мы вот не будем иметь доступ наружу. Все равно поддержка доменных имен и адресаций в России останется. Потому что у нас есть точная копия всех адресов и соответствий на территории Российской Федерации. Она даже не одна. И эти учения уже проводились. То есть с этой точки зрения угроз нет. Нужно отделять угрозы, которые касаются инфраструктуры, как проводов, условно закапанных в землю, и информационной инфраструктуры, которая работает поверх проводов. Здесь, опять же, в законопроекте все смешивается в одну кучу. Точки обмена трафика. Вы думаете, что они не существовали? Они всегда существуют. Это просто те места, где операторам удобно обмениваться трафиком, где они организовывают свое присутствие. Это просто вот обменные площадки. Они всегда есть. Они из себя ничего не представляют, кроме коммутации проводов. Там нечем управлять и нечего контролировать, по сути. Прохождение трафика – это ответственность каждого конкретного оператора. Представьте себе футбольное поле. На нем бегает команда. Сидит тренер, выдает указания. Комбинация такая. Передай пас налево, направо. И футболисты выполняют это и играют в силу того, как они могут играть. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но команда играет. Сейчас точно так же играют все операторы связи. Они конкурируют между собой. Кто-то лучше, кто-то хуже. В то же время у них есть правила игры. Они пасуют друг другу. А теперь представьте, что у тренера есть возможность мгновенно переселяться в каждого футболиста и управлять им как аватаром. Возникла угроза нашим воротам и начал управлять, как в компьютерной игре подросток начинает управлять вот этими вот аватарами. Где тут ответственность оператора? Где это командная игра? Где правила? Тут возникает тогда, ну ты играй, раз такой умный. Тогда зачем нам все операторы связи? Это как параллельная реальность. Абсолютно точно. И конечно же этот законопроект, он в принципе сейчас отражает ту суть, которая является потребностью, в том числе и у государства. Поуправлять интернетом. Ничто так не затягивает, как поуправлять механизмом. Будь то автомобиль, помните, как учились водить? Насколько хотелось рулить автомобилем. Потом проходит, потом уже не хочется. Но сейчас мы находимся в этом детском состоянии отношения государства и интернета. Грозы существуют, считают некоторые наши зрители. Слушатель абсолютно правильно говорит, только здесь опять возникает путаница между инфраструктурой и той информацией, которая бегает поверх инфраструктуры теми сервисами, которые представлены. Вы правильно заметили, право каждого пользоваться или не пользоваться. Нравится или не нравится, делать или не делать. Вы можете пользоваться визу, мастеркард или Амикс, а можете использовать карту МИР. Но в то же время задача государства формировать системы, которые изолированы, защищены и работают на благо государства. И формируют непрерывные процессы, что бы то ни произошло, поверх тех сетей, которые уже функционируют. Интернет это как дороги и улицы. Они построены людьми, они есть. Будут по ним ездить танки, как в Праге, или будут по ним гулять туристы, все зависит от самих людей. Нельзя законами заставить что-то делать или что-то не делать. В этом основной подход. И я бы отделял информационную безопасность, которая высокоуровневая, от тех законодательных инициатив, которые, на мой взгляд, являются безумными и формируют в долгосрочной программе развития страны, о чем должны думать депутаты на 5, 10, 15 лет вперед, минус замедленного действия, которое взорвется и просто изменит информационную структуру общества, значит, взаимосвязи между людьми и гражданами, между компаниями и людьми. А другими словами, вообще изменит Россию и наши привычные уклады. Очень коротко, да или нет, вам кажется, пролезет он в итоге через все чтения? Еще раз, законопроект звучит с точки зрения цели полагания, как за все хорошее против всего плохого. С этим трудно спорить. И я это тоже могу поддерживать. С точки зрения технической реализации, чтобы соответствовать тому, что в нем заявлено, это в принципе невозможно, поэтому это будет либо профанацией, либо очковтирательством. Отсюда вывод. Нужно думать, что мы хотим достичь и как это достичь с помощью экспертного общества и тех людей, которые за это отвечают. Спасибо большое, Дмитрий Маринчев, интернет-омбудсмен. Мы говорили о суверенном Рунете.